Привет, политик! Как нужно обращаться в Твиттер, Фейсбук и все прочие социальные сети? Кому нужно обращаться и что писать? Какие будут последствия? Вот представьте себе теперь обратную ситуацию. Мы нашу нефть продаем в основном за рубеж, не в России, у которой своей нефти много, не в страны СНГ, а именно за рубеж, в основном в Европу. Так вот, уважаемые друзья, представьте себе, что Европа говорит, нет, вы не выполняете международные договора и мы отказываемся покупать вашу нефть. Вот представьте себе, что в нефтяном секторе работает минимум полмиллиона человек, а реально зависимость, ну минимум пару миллионов, это несколько регионов, Мангестау, Атрау, Уральск, Ахтубе, Хзларда, потом их доходы попадает в центр в Астану, он там строит Астану, куда-то раскидывает деньги, крадет. И вот представьте себе, что вот эта вот халява, так называемая, будет прикрыта. Европейское сообщество скажет, мы вашу нефть не будем покупать. Это будет катастрофа. Европейское сообщество скажет, мы не будем покупать ваши металлы, которые в рамках мировой торговли ничего не составляет, вообще ничтежнейшей доли. Это будет катастрофа для нашей страны, потому что нефть и сырье, металлы и все прочее, это составляет основу нашей экономики. Вот каковы последствия. Масштабные. Но для того, чтобы это произошло, мы должны активно действовать, мы должны показывать. Да, безусловно, завтра европейское сообщество не скажет, что все, мы вот не покупаем вашу нефть и так далее. Они действуют дипломатическими механизмами, оказывают давление, замораживают торговые отношения, уменьшают, уменьшают объем инвестиций. Кто-то из вас скажет, нам не нужны инвестиции, он заблуждается, потому что на эти инвестиции запада строятся разные промышленные объекты, и вы там получаете рабочие места. Соответственно, эти рабочие места формируют налоги, отчисление бюджет, и эти налоги, отчисление бюджет, выплачивают заработную плату бюджетным работникам, выплаты пенсионерам и так далее. Поэтому у вас не должно быть иллюзии, что нам инвестиции якобы не нужны, или наоборот, что без нас запад помрет. Не помрет. А вот что с нами будет, если запад не будет покупать нашу продукцию, я вам просто показываю, это будет катастрофа. Ну и на 5 минут представьте себе, что Казахстан не производит ничего, самолеты не производят, интернет западный, телефоны западные, оборудование, которое производит даже макароны западные. Вот представьте себе, что запад говорит, мы замораживаем самоотношение, самолеты прекращают ремонтироваться, интернета у вас нет, машин нет, лекарств нет, одежды нет, мебели нет, ничего нет. Вы понимаете, в какой уязвимой ситуации находится Казахстан? Ужасающий. Это все связано с той самой политикой, которую проводил Назарбаев. Поставлял сырье на запад, крал, обогащался. Эти деньги не шли в экономику. Не строились заводы, не строилось, не организовывалось собственное машиностроение, когда мы могли производить то или иное оборудование. То есть у нас вообще ничего нет. И наша зависимость от запада просто катастрофическая, чтобы было понимание. Даже зерно мы продаем в разные страны за пределы страны СНГ. Даже зерно мы не сможем продавать. Одним словом, это будет для страны катастрофа. Чтобы вы понимали, уязвимость нашей страны. Поэтому мы, те самые граждане, которые недовольны существующим режимом Назарбаева, должны использовать все возможности для оказания давления. Во-первых, внутри страны мы сами, безусловно, должны действовать, обедняться. Эта часть отдельная. Но сейчас сегодняшний эфир посвящен именно международной торговле. Нет свободы, нет торговли. Да, конечно, вам кажется, что мы сами себе хуже сделаем. Нет. На самом деле существуют различные законы, в частности вот закон Магнитского, который стал глобальным. Он сейчас принят в Америке, принят в Великобритании, принят в Балтийских государствах и ряде других. И сейчас его действие расширяется. И если этот закон находит тех людей, которые виновны в коррупционных преступлениях, в преступлениях против своего народа, а таких преступлений режим совершил множество. Вы прекрасно помните расстрел Жанна Узиене, когда погибло огромное количество людей. И официальная статистика их скрывает реальную картину. Вы знаете, как этот режим так же пытает, как и Китай, наших граждан в тюрьмах, как неправомерно происходят аресты. И этот глобальный закон Магнитского, если мы объеднимся, если мы будем давать свидетельские показания, если мы будем собирать эти факты, не просто «Дядя Сэм, иди накажи Назарбаеву». Нет, так не работает. Мы сами должны собирать факты, мы должны действовать, мы должны показывать, что совершены преступления. И тогда у нас есть возможность, чтобы этот закон заработал против наших высших должностных лиц во главе с султаном Назарбаевым, у которого, между прочим, нет международного иммунитета. У него иммунитет внутри страны, который он сам себе нарисовал, что он не подсудный и все прочее. Он сейчас не президент страны, у него нет иммунитета, и он может быть подвергнут преследованию западным законодательствам, западным правосудием. Что это значит? Это значит, что у нас сейчас есть прекрасная возможность оказать давление на режим, значит преследование. Но это не работает тогда, когда молчим. Это работает тогда, когда мы действуем. Поэтому, уважаемые друзья, 26-27 ноября, я хочу привлечь ваше внимание, заседает Совет по сотрудничеству и есть Казахстан в Астане. И мы имеем возможность высказать свой протест, рассказать правду, прийти на пикет с различными блокадами и требованиями, привлечь внимание представителей ЕС к Казахстану. И тогда мы можем воспользоваться теми возможностями, которые реально сейчас существуют. Только в последнее время мы стали пользоваться теми возможностями, которые реально есть, нам предоставляет европейское сообщество. 14 марта в Европарламенте было слушание по правам человека. И в резолюции, связанной с правами человека, было озвучено, что более 500 человек в Казахстане за участие на различных пикетах и митингах подверглись неправомерному преследованию. Более 500 человек. По фамилии они известны представителями европейского сообщества в Европарламенте. В этой же резолюции сказано, что демократический выбор Казахстана – мирная оппозиционная организация, целью которого является построение демократического государства. Это именно европейская резолюция в Европарламенте. Уважаемые друзья, именно это нам позволит оказать давление, использовать рычаги давления, пользуясь различными конвенциями и соглашениями, которые подписал Казахстан. Я вам привел пример. И потом вы не забывайте, что у нашей политической верхушки активы все за рубежом. и если не будет воспринято такое дипломатическое давление, как правило, Европа начинает применять другие рычаги – арестовывать счета, закрывать визы для этих чиновников. Давайте мы воспользуемся, давайте мы используем все возможности борьбы. не только объединяться внутри страны. Это, безусловно, ключевой фактор. Мы должны внутри страны своими силами добиться перемен. Но нам же Европа готова помочь. Нам Соединенные Штаты готовы помочь. Но кто будет помогать безмолвствующему, молчащему, не протестующему? Вы посмотрите, что произошло в Гонконге. Гонконге в течение пяти месяцев сотни тысяч и миллионы выходили на улицы. И что? Теперь Конгресс США принял специальный закон, который обязывает правительство США докладываться ситуации по правам человека. И целый пакет санкций готовится и применяется против Китая. А это почему происходит? Потому что народ активный. Народ Гонконга суперактивный. И мы тоже получим поддержку международного сообщества. Не так, Сэм, иди нам, помоги. А тогда, когда нас сотни тысяч будет выходить на улицы, мы будем протестовать. Мы будем обращаться к этим представителям Совета по сотрудничеству ЕС Казахстан. 26-27 ноября мы будем говорить правду о нашей стране. Мы привлечем внимание к тому беспределу, который происходит в Казахстане. И только тогда мы получим поддержку. Так что, уважаемые активисты, я приглашаю вас 26-27 ноября прийти к офису ЕС в Астане, выразить протест, прийти с плакатами. Сами тексты плакатов мы озвучили. Давайте мы окажем давление на правительство Казахстана. Воспользуемся нашими возможностями, воспользуемся пунктами договоров по сотрудничеству между Казахстаном и ЕС. Это реальный рычаг Алга Казахстана. А я благодарю всех за комментарии и лайки. Это действительно значимая поддержка. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Благодарю за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...